Есть еще одна красивая задача, тоже связанная с этими, со всеми задачами. Это теорема о политике. В этой статье трех ленгерских математиков, Эрдиш, Ренни, Жошева. Это Вера Жошева, она женщина, она жена известного ленгерского математика Турана. Ренни известный был ленгерским математикам, и, в общем, приезжавшим к артературу Советских Союзов, после войны. Если у нас есть граф, в котором любые две вершины имеют ровно одного общего соседа, любые две вершины имеют ровно одного общего соседа. То есть вот в тех обозначениях нужно было писать один и один, в любом случае. Никогда соединяющие гробники не слышим, никогда не слышим. Ну вот, если в предыдущих задачах всегда в этих условиях удавалось вывести, что граф будет регулярным, и тем самым он оказывается сильно регулярным, то вот в этой теореме это удается вывести только в одном случае, в стрелянном, а именно когда граф просто трубы, для него действительно вот это условие выполнено, и он действительно регулярный. А больше регулярных графов с вот этим условием оказывается не существует. И более того, если в графе выполнено всегда вот это условие, то это будет двух вершин, неважно, не соединенные в работе или нет, есть только одно решение, а только один он всем знакомый, то все эти графы условия оказываются очень просто. Есть одна вершина, которая соединена со всеми. Как можно переформулировать это на языке графа «друг»? Значит, если в некой компании любые два человека имеют ровно одного друга в общем, вне зависимости от того, дружит они или не дружит, то оказывается всегда найдется человек, который дружит со всеми. Вот его и называют политиком. Ну, он в хороших отношениях со всем не значит политиком. Вот эта теорема называется теорема о политике. Еще раз повторяю, если в некой компании любые два имеют ровно одного общего друга, то всегда найдется человек, который дружит со всеми. Правда, в случае, когда три человека, вот такой граф, это тоже, конечно, верно любой из них этим условием утворяет. А вот если R больше трех, то можно утверждать даже более того, что такой человек в политике есть ровно один, остальных у нас будет четное количество, они разбиваются на пары, по парам они дружат, то есть друг с другом больше они ни с кем не дружат, кроме политики, которая дружит со всеми. И граф выглядит тогда вот, имеет вид вот такого повеса. То есть он определяет этими условиями однозначно. Если эти условия шины, то, конечно, не дружат. Но при трех это, я сказал, вот такая замечательная теория. Это оказывается не сложно, точно так же с матрицами, то есть вначале… А, то есть элементарно не делается, опять смотри. Элементарно не делается, и там технология такая. Вначале мы предполагаем, что такой граф есть, вот, в котором нет этого политика. После этого мы доказываем, что он регулярный, ну, как мы это раньше сделали. А потом выясняется, что это возможно только в одном случае. В случае, я на роду, три. То есть такого регулярного… И без матриц нельзя. Да, и предположение о том, что нет политика. Где это можно прочитать? Вот есть замечательная книга, которая уже два раза издавалась на русском языке. Старое издание есть и многое. Называется «Доказательство из книг». Да. Авторы два места. Да, да, да. Там это есть. Там много замечательных теори, очень красивых книг. Они специально… Отлично, отлично. Конекции красивых теоремок. Вот. Отлично. Многие из них вполне понятны школьникам. Но если что непонятно, вы можете прочитать, зависит, знаете, учебник и… Там есть теорема, именно вот здесь стандартное «Доказательство». По-моему, там всё-таки сказано, что… По крайней мере, долгое время не было другого решения, кроме вот этого. Может быть, уже есть какое-нибудь элементарное решение, но… Я не знаю. В книге оно не приведено. Если бы оно было, они бы привели. Книги приведено только вот эти. Совершенно элементарные по виду задачи. Загадочным образом… Нет, то, что они решаются с помощью линейной алгебры – это не так загадочно. Загадочное, что не ясно, как их решить без. Продолжение следует.